АПЛОДИСМЕНТЫ Сперва я хочу сказать, что то, что рассказывала Мими, и по шесть жень, или лёжень, но я люблю всё говорить по-русски, шесть девятых небесных стволов. Методика перед конём описана в моей книге «Человек в системе фэн-шуй». Мы пробовали по европейскому календарю совпадение 100%, объяснение 0%. То есть почему это действует? В разные-разные случаи, но каждый раз получался точный ответ. Странно, но факт. Теперь к теме. Душа русского человека склонна к вере. С кем только не поговоришь, они говорят, без веры нельзя, вера необходима. И верующий человек, христианин, например, не задаётся вопросом, был ли Иисус вообще, есть ли какие-нибудь доказательства, для Него это совершенно не важно, Он в это верит. И не задаёт вопрос, почему в Евангелиях нигде не сказано, что Иисус – это Бог, а когда это Он стал Богом? Оказывается, Его выбрали. Кому интересно, ищите источники или читайте книги Богачихина. Я, поскольку это опубликовано, я подробно всё читать не буду. Поэтому чуть-чуть сокращаю. Кто легко осваивает фэн-шуй? Люди с пытливым умом. Легче тем, у кого много огня или воды в судьбе, то есть подвижных энергий, и мало металла, и почвы. Неплохо бы собрать статистические данные. Это мои наблюдения, но этого мало. У меня на сегодня голос сел, мне говорить громко трудно. А это тоже какой-то знак, поскольку уже, там книжка моя есть «Первые 80 лет жизни», вот уже пошла вторая восьмидесятка, и, наверное, пора заканчивать с публичными лекциями, выступлениями. Поэтому меня какие-то силы ограничивают. Поэтому я вот еле говорю. Интерес к системе фэн-шуй больше проявляют женщины. А для большинства мужчин это чушь. Они даже слушать не хотят ни про какой фэн-шуй. Но ситуация меняется. Об этом уже сегодня говорили. Когда я сейчас борюсь за выживание с администрацией города Королёва, которая пытается меня переселить из двухкомнатной квартиры в коммуналку, кстати, если кто возьмётся помочь, буду благодарен. Я не соображу, что сделать с судьёй, или с судом, или с администрацией. Не соображу. Подход у мужчин и женщин разный. Пытливый, активный, янский ум. Мужчины. Плохо, да? А мне надо ещё видеть. Я так и поставлю вас. Ну ладно. В Китае к системе фэн-шуй ничем не отличается от европейского. Стоит парень, продаёт книжки про фэн-шуй. Я, естественно, самую серьёзную из них покупаю. А он хихикает, смеётся надо мной. Ты веришь в эту чушь? То есть китайцы в основном свою науку, в том числе фэн-шуй, не знают. Есть у меня знакомый Даос. В книжке там о нём много сказано, показано. Его фотографии. Джоу Диньфу. Он как-то очень заботится обо мне. Ну потому что я пропагандирую китайскую культуру, помогает и всем, кто со мной приезжает. Если кого интересует фэн-шуй или Даосизм в Китае, то есть с кем и куда поехать. Есть у меня знакомые китайцы высокого культурного уровня, и они тоже аналогично не хотят ничего учитывать из фэн-шуй. И взяли свою квартиру, которая была более-менее старшими поколениями построена по фэн-шуй, переделали так, что всё наоборот. Ничего, живут. Пока. Вопрос возникает, как древние люди, которые жили очень давно, вот это Мими говорила, что Хуанзи пользовался какими-то там системами, ей известно об этом хорошо. На самом деле, был ли Хуанзи за тысячи лет до появления письменности в Китае? От него только легенды. И чем он пользовался, и как, ничего не известно. И другие подобные деятели, о которых много говорят и пишут. Вот про Конфуцию известно. Я знаком был с двумя потомками Конфуции. Они знают один 77-й потомок Кун, Конфуции, Кунзы, по фамилии Кун. А второй, Рыжий, у него мама швейцарка. А он по традиции считается потомком Конфуции, соблюдает принятые обычаи, такие как, какие имена надо давать. Кун – это фамилия, детям и так далее. Тут в предыдущем докладе говорилось, что все вертится в мире против часовой стрелки. На самом деле, мне кажется, я не успел поговорить в перерыве с автором. Если мы смотрим на эту бутылку, представим, что это детская, она крутится против часовой стрелки. Это мы если отсюда посмотрим. А если с той стороны посмотрим, она будет крутиться по часовой стрелке. Поэтому так говорить, по-моему, нельзя. Спасибо. Интересный такой момент. В китайской философии считают, рассматривают единство законов неба и земли. Но европейцы про инь-ян говорят. Но, кажется, европейцы тоже кое-что в этом деле накопали. Но, правда, гораздо позже, на тысячелетии. Великий французский ученый XVI века Паскаль, современник Ньютона, писал, Бог бросает в пространство две огромные основные силы продолжения, одна другой. То есть те же самые инь-ян. Эти две силы или энергии существуют повсеместно. Вихри мы встречаем везде. Это электротехника, правила буравщика. Религии используют вихри в обрядах. Например, мусульмане во время своего хаджа ходят против часовой стрелки. И хотел бы я обратиться к вам с просьбой понаблюдать, где какие вихри используются. Амулеты с вихрями. Те же самые мусульмане приходят на святые места, и чтобы вылечить человека, водят его вокруг святого места по часовой стрелке. А когда христиане ходят против часовой стрелки, а когда по часовой стрелке? Тоже очень интересный вопрос. Не буду я на этом останавливаться. Если надо подлечить что-то, ну, например, порезался, можно над этим местом покрутить пальчиком, если это маленький порез, или там ладошка, если он большой, по часовой стрелке по отношению к поверхности тела. Мгновенно кровь останавливается. Или наоборот, особенно у женщин, когда какой-нибудь, ну, ушиб, ущипнули за руку, удар по лицу, вот-вот появится синяк. Надо покрутить прочь совой стрелки, вывернуть эту, как бы, энергию, выкрутить. Тогда кровь, энергия уйдет, кровь не придет, а кровь и энергия, ти, они связаны воедино. Один из важных символов – это S-образный, как латинское S. Семь великого предела, несколько. Мне из многих вариантов нравится один, где один из восьми секторов белый сверху, ну, те, которые поближе, могут его видеть, а черный – внизу. Это получается очень четкое деление на инь-ян, инь внизу, ян наверху. И возможны два вращения – по часовой стрелке и против часовой стрелки. Причем против часовой стрелки, если рассматривать эту схему великого предела, то тут смена янского белого цвета на черный инь-янский идет внутри, и не есть внутреннее. А если по часовой стрелке, то идет ближе к поверхности круга. То, что другие говорили, я повторять не буду. Дальше. Движение по траектории, напоминающее букву S, близко к цифре 8. Цифра латинская S похожа на цифру 8. Широко используется в китайской здоровительной гимнастике. Так в Тайди-Чиане используется усилие дзинь, спиралевидное, очень мощная сила. Что это такое, на европейский язык не переводится, но справиться с этой силой, физическими силами, невозможно. Это все связано с энергиями и как раз с мыслью, о которой уже говорили. Так, о связи человека с космосом говорили. Чувство красоты вызывается округлостями. То есть, то, что округлое, то хорошо. По фэн-шу это хорошо известно. Поэтому очень выглядят привлекательными округлые женские формы, напоминающие восьмерку. В древних книгах пишут, что женская грудь должна быть большой. Тогда рождается много детей. Соски должны быть темными и крепкими. Тогда дети будут знаменитыми. Занимаясь цигуном, то есть работой с энергией, мужчины держат мысль в нижнем поле пилюли, Ся-Дантьянь, под пупком, а женщины в среднем поле пилюли, Джон-Дантьянь. То есть, в точке центра запаха пота, Тань-Джон. Находится эта точка между сосками. Это тоже говорит о важности этих частей тела. Фэн-шуи учит горы и рождает мужчин, высоких и благородных, А воды и незвины рождают женщин. Вода главенствует над богатством. И любо-дорого смотреть, когда гора напоминает женскую грудь, как Эльбрус, например. Таким образом мы видим, что энергия неба, космоса, окружающего Землепространства имеет определенную вихревую структуру, что повторяется на Земле и на ее обитателях. Это голографичность. Но и вы верите в эту чушь? Кроме того, теория Фэн-шуи говорит, что успех анализов ветров и вод определяется в первую очередь добродетелью Д. Об этом сегодня тоже говорили. И только потом влиянием времени и пространства и его элементами. Соблюдая заповеди, веди себя позитивно, относись ко всему и ко всем с любовью, и судьба будет счастливой. И в эту чушь вы верите? Лично я, как человек науки, ни во что не верю, конечно. Я это наблюдаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.